По поводу противовес, что происходит в Крыму, тоже, если вспоминать аналитиков Института изучения войны, после заявлений россиян об атаке на Севастополь, аналитики указывают на то, что Россия целенаправленно размещает военные объекты вблизи гражданских районов во временно оккупированном Крыму, пытаясь сдерживать украинские удары. Ну и, собственно, давайте вспомним вчерашний случай. Министерство обороны России заявило, что якобы украинские силы запустили пять ракет Атакамс, оснащенных кассетными боевыми частями по Севастополе, и что российские силы перехватили якобы четыре ракеты. Ну, учитывая тоже анализ экспертов, говорили, если бы действительно Атакамс прилетело, потом уже, да, пляжу, было бы намного больше жертв. И, очевидно, какие те же российские военкоры. Пропагандисты вначале сообщали, конечно, потом почистили свои сообщения о том, что это все-таки работала российская ППО, неаккуратно, учитывая то, что действительно они заселяют специально населением, рассчитывая на то, что не будет обстреливаться Крым. Как вы видите ситуацию в Крыму? Ну, давайте определимся сразу, что согласно нормам международного военного права, ответственность за жизнь и здоровье мирного населения на оккупированной территории полностью возлагается на оккупантов. И именно оккупанты не сделали ничего для того, чтобы уменьшить жертвы среди мирного населения. Украина, как государство, не стремится к нанесению ударов по объектам, которые могут принести ненужные, совершенно ненужные жертвы среди гражданского населения. Украина всегда будет атаковать исключительно военные объекты, даже исходя из той точки зрения, что у нас не так много средств для того, чтобы их, извините, тратить на нанесение террористических ударов. Украина не государство-террорист. Что касается того, как работает противовоздушная оборона Российской Федерации, здесь позволю себе с таким черным юмором трансформировать цитаты российских политических деятелей, которые говорили, если бы эту ракету не сбили, она действительно попала по военному объекту. То есть здесь опять же вся вина возлагается исключительно на российскую сторону, которая не сделала ничего, чтобы предупредить население или хотя бы ограничить доступ населения в угрожающие районы. Российская сторона действительно таким образом прикрывается мирным населением для защиты своих военных объектов. Остановит ли это Украину? Нет, ни в коем мере не остановит. Мы прекрасно понимаем, что наша стратегическая задача – освобождение Крыма. Без освобождения Крыма, без решения вопроса Южного фронта говорить о каких-то наступательных действиях на Востоке не имеет смысла. Поэтому наши усилия сосредотачивались, сосредотачиваются и будут сосредотачиваться именно на Крыме, как в основном месте, где российская оккупационная власть сосредоточила большое количество вооружения и боевой техники, откуда, собственно, наносятся удары по Украине. И такие удары будут только интенсифицироваться и в дальнейшем. Поэтому мирному населению, которое по какой-то причине оказалось на территории временно оккупированного Крыма, пора задуматься о том, чтобы покинуть его, потому что удары ослабляться не будут, и их интенсивность будет только возрастать. Именно поэтому, собственно, мы пока не наносим удары по Крымскому мосту, давая возможность мирному населению спокойно покинуть незаконно занятую территорию. Причем об этом говорилось еще год назад официальными украинскими лицами, что нужно крымчанам уезжать, либо покидать, не приезжать гражданам Российской Федерации туда, не на отдых и чего больше, конечно же, жить. Касательно того, как глава ГУР Кирилл Буданов высказался по поводу Крымского моста в ответ на вопрос журналистам The Philadelphia Inquirer, касательно того, что невозможно уничтожить незаконно построенный Крымский мост, он сказал, возможно, главное это количество этих атакам с дальнобойных ракет. О каком количестве может идти речь, как вы считаете? Вы знаете, такого количества не существует. Почему я настолько категоричен? Потому что я заканчивал Ленинградское училище железнодорожных войск и военных сообщений, и мое первое образование это транспортный инженер. И мы полгода изучали предмет, который назывался заграждение железных дорог и транспортных объектов, поэтому я прекрасно знаю, что такое Крымский мост. Поэтому говорить о количестве ракет невозможно. Одними ракетами уничтожить Крымский мост нереально. Можно повредить полотно, можно повредить отдельные элементы конструкции, но не уничтожить. Именно поэтому он не является таким приоритетом для нас, потому что у нас есть десятки и сотни разведанных целей, которые необходимо поразить. А Крымский мост мы и так успешно нейтрализуем, потому что при объявлении воздушной тревоги движение по нему останавливается. В общем-то и есть, это и есть наша задача, чтобы он не использовался как логистическое направление противника, но при этом я уже подчеркивал именно наш высочайший гуманизм, согласно которому мы в который раз предлагаем людям, которые незаконно находятся на территории Крыма, это не касается крымчан, которые ждут освобождения, но тех людей, которые незаконно находятся на территории Крыма, покинуть полуостров. А уничтожить этот объект длиной в 17 километров требует просто колоссальных усилий, которые Украина себе позволить не может. Мы делаем все возможное, чтобы, как я уже сказал, ограничить эксплуатацию, и это пока тот алгоритм, который нас вполне устраивает. Субтитры создавал DimaTorzok